Добрый день! Меня зовут Андрей Калёна, я являюсь автором книги «Чаровное сыроедение» и сегодня мы поговорим о красоте и сыроедении. Девочки-сыроедки завалили мне вопросами о том, как сделать так, чтобы были ноготочки, волосы красивые на сыроедении. Но я сторонница того, чтобы смотреть в корень проблемы и изнутри красоту нашу показывать. Поэтому будем сегодня разбираться. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это недостаток массы тела у всех сыроедов. Красота, конечно, она складывается из многих аспектов, но этот аспект наиболее явно заметен. И почему, собственно говоря, я на него обращаю внимание? Потому что это не просто внешние какие-то факторы, это еще и внутренние процессы, которые рано или поздно выливаются в заболевание. Ну давайте разбираться. Вот сыроеды зачастую, они не просто худощавые, а именно недостаток мышечной массы. Почему это происходит? Вот тот самый пресловутый белок, о котором вот просто все говорят и не умолкают. Дело в том, что белок строительный материал для мышц. И если не употреблять белок, то организм начинает белок брать из мышц, тем самым просто их выедая, растворяя. Получается, что человек рано или поздно, если он не употребляет на сыроедении белок, он теряет именно мышечную массу, которая наиболее цена для нас. Вот как теряет? То есть у нас организм начинает заниматься самопожиранием. То есть клетки просто поедают друг друга. При поедании организуется очень большая эвакуация, грубо говоря, смерть клеток. И так устроена наша природа, что те микроорганизмы внутриклеточные и межклеточные, которые живут в нашем организме, они являются санитарами. И вот зачастую я наблюдаю, что вот у человека на среднем вес 50 кг при росте метр семьдесят. Он просто вот такой вот худенький, стройненький, но очень много патогенной микрофлоры и не только в кишечнике. Это говорит о том, что идет эвакуация клеток после самопожирания клеток. Соответственно, приходят вот те самые санитары в виде бактерий, вирусов и так далее, грибков. Естественно, меняется и гормональный фон, меняется настроение, потому что все эти товарищи имеют свою структуру, да, своеобразную энергетическую. И явно это действует и на нервы, и на психику, и на поведение, и на реакции. Вот. Поэтому обязательно нужно есть белок. Теперь в каком количестве? Вот зачастую мясоеды рассказывают, что нужно просто тоннами есть белок, ну там мясо, да, если мы говорим о традиционном, так скажем, питании. Но на среднем такого количества белка не нужно. Да, вот мы питаемся растительным белком однозначно. То есть никаких там вяленых, никаких там маринованных рыб, мяса, всех остальных этих всех вещей нет. Вот. Есть у нас растительный белок. И он у нас усваивается, если чистый кишечник. А мы уже договорились в предыдущих видео, что обязательно нужно чистить кишечник, чтобы там сформировалась правильная микрофлора. Вот. Соответственно, нужно есть растительный белок, да. Но как? То есть недостаточно взять, например, бобовая зелень, да, вот главный источник именно белка для сыроедов, это бобовая зелень. Бобовая можно проращивать. То есть вы проращиваете все точно так же, как обычно вы это делаете. Про проращивание я говорила в предыдущем видео. И здесь вы не запутаетесь. Вот. Но как, да? У нас ситуация-то вот какая, что достать-то этот белок невозможно, если вы целиком проглотите это растение и вообще там не заметите ничего. В организме просто выйдет, как ком клетчатки, и организм ничего не возьмет из этого кома. Вот. Поэтому, друг, наш блендер. Вот. Не нужно все пихать в блендер. Достаточно просто понимать, какой у вас сейчас рацион питания, чего бы вам хотелось в данный момент усвоить. Если мы говорим об усвоении именно белка, то мы в блендере перемешиваем на очень больших оборотах, например, ну, пророщенная там нут, например, да, пророщенный нут. Вот. Маленькая такая, малюсенький пучочек зелени, специи, масла и все остальное, да. Все. Это вам соус к какому-то гарниру, там, к зелени, опять же, к помидорам, к огурцам, там, смотря, к салатам каким-то. Вот. То есть не нужно делать основной упор. Дело в том, что когда у нас очень много белка, и он не усваивается, зачастую образуется слизь, да. Опять же, те же самые грибки, паразиты и все остальное. Поэтому не перегибайте палку. Но я хочу призвать вас, обязательно есть белок растительный. И есть не просто в рот положил и прожевал, а именно через блендер, чтобы разбить клетку. Потому что как только вы разбили клетку на больших оборотах в блендере, вы можете усвоить все, что в ней есть. Если нет, значит выйдет порожняком. Вот. То есть с массой мы уже поговорили, что основная вот эта вот масса мышечная, она нарабатывается опять же в спортзале. Не забываем за спортзал, потому что обязательно нужно периодически хорошенечко вспотеть, чтобы вышли токсины и все остальное. Плюс, конечно же, выглядеть нужно красиво. Поэтому я считаю, что сыроеды не имеют права выглядеть плохо. Они должны выглядеть красиво. Дальше. Вот волосы, да. Во-первых, если у вас выпадают волосы, если они, например, там какие-то тонкие, это признак того, что вам не хватает витаминов группы В. Где их взять? Во-первых, конечно же, из питания. Во-вторых, много витаминов, опять же, то же самое пресловутая В12, которую мы уже просто все уши проели, она вырабатывается в микрофлоре кишечника. Но опять же, в каком? В чистом. Поэтому касторка вам в помощь. О касторке есть у меня отдельное видео. Посмотрите, если необходимо. Вот. То есть в чистом кишечнике за 3 месяца формируется микрофлора сыроедческая, в которой реально будет производиться витамины группы В, в том числе В12. Вот. Второй момент. Вот волосы напрямую зависят от нашего кроветворения. То есть вот у нас в организме так устроено, что печень выделяет фибриноген. И вот когда фибрины в крови появляются, да, они у нас всегда есть, они как бы когда закручиваются, появляются волосочки. Соответственно, вот нужно знать, что если печень грязная, если она перенапряжена, какие волосы, друзья мои? Волос не будет никаких. Ни топких, ни толстых, ни густых, никаких либо там еще. Вот. Поэтому в первую очередь нужно знать, что перенапряженная, уставшая печень, она не будет в том размере, которым нужно выделять качественный фибриноген. Соответственно, не будет хороших волос. Обратите на это внимание. Красота всегда идет изнутри. Как мы чистим печень? Понятно, что та же самая касторка. Когда у нас желчные протоки, желчные чистые, когда у нас кишечник чистый, наша печень начнет автоматически выбрасывать из себя токсины. Как только все вот эти предыдущие органы загрязнены, ей некуда выбрасывать. Она не может почиститься. Поэтому, опять же, касторка в помощь. Я понимаю, что я очень часто упоминаю касторку, но я не могу вам врать и говорить, что вы посидите на голодании, и вот вы попьете соки, и у вас все восстановится. Ну, простите, друзья, без чистки, к сожалению, эти действия будут малорезультативны. Следующее. Ногти. Вообще, ногти – это побочный продукт костной системы. Если косточки плохие, то каких ногтей вы там хотите. Поэтому, в первую очередь, конечно же, мы начинаем употреблять кальций в кунжуте. Мы начинаем следить за тем, чтобы у нас был цинк в питании. Потому что, если не хватает цинка, значит, у нас вот эти пятнышки беленькие появляются. Волны различные, да, вот на ногтях, если недостаточно кальция. И очень много вот этих странных вещей с ногтями начинает происходить. Поэтому, друзья мои, костную систему нужно в целом укреплять. И тогда будут ногти. Но я думаю, что это, ну, относительно ногтей вообще все понятно. И здесь мне даже объяснять ничего не приходится. Вот. Но в данном случае, я думаю, что я максимум рассказала по основным каким-то вещам, да, потому что у нас все равно, смотрите, общий вид, да, чтобы мы не были тощими, худыми, я вас умоляю, приводите себя в порядок. Потому что все прям ставят клеймо, что сыроеды – это какие-то страшно худые люди, которые выглядят отвратительно. Ходите в спортзал, чистите касторку себе, печень, там, проводите себя очистительные комплексы, там, сокотерапия и так далее. Но, пожалуйста, приводите себя в какое-то цветущее состояние. Тогда все будет хорошо. Хорошо. Если есть вопросы, вы всегда можете найти в моем блоге Андрейка Алена по ссылке под этим видео. Подписывайтесь на мой канал «Чаровное сыроедение». Крепкого вам здравия и цветущей красоты!